Воссоединение Луиса Суареса и Лео Месси. МЮ ограничен в трансферах этой зимой. Новые законы против Суперлиги. Зимние планы Наполе. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Нью-Касл рассматривает возможность приобретения нападающего французского Лиля Джонатана Дэвида, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Твиттере. По информации источника, канадский футболист уже объявил руководству Лиля, что не станет продлевать действующее соглашение, которое рассчитано до лета 25-го. На данный момент Дэвид принял участие в 23 встречах за Лиль во всех турнирах, в которых отметился семью голами и отдал две результативные передачи. Вчера был завершен переговорный процесс о покупке британским миллиардером Джимом Рэдклиффом 25% акций Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист The Times Мэтт Диккенсон. По информации источника, на протяжении текущей недели представители компании Айнеос и семья нынешних владельцев клуба Глейзера ввели активную работу над тем, чтобы поставить финальную точку в переговорах и перейти к стадии получения всех необходимых разрешений и процессу утверждения сделки. Подчеркивается, что несмотря на успешные переговоры, прежде чем доля Рэдклиффа в английском клубе будет одобрена руководством АПЛ и прочими регулирующими органами пройдет несколько недель. Правительства Италии и Франции собираются мобилизовать свои силы, чтобы создать законодательство, которое не позволит ни одному из их клубов вступить в Суперлигу, сообщает BBC. Также сообщается, что в Англии футбольный регулятор частично хочет подрезать крылья крупнейшим клубам, что подкреплено юридическими полномочиями на случай, если кто-то начнет соблазняться этим проектом. Испанская Жирона не сможет сыграть в предстоящем розыгрыше Лиги Чемпионов из-за общих владельцев с английским Манчестер Сити. После 18 туров Ла Лиги клуб набрал 45 очков и занимает второе место. Согласно действующим правилам УЕФА, Жирона не сможет участвовать в ЛЧ в следующем сезоне, поскольку клуб принадлежит тем же владельцам, что и Манчестер Сити. Сообщается, что Сити Футбол Групп принадлежат европейские клубы Манчестер Сити, Жирона, Итальянский Палермо, Бельгийский Ломел, а также ряд клубов с других континентов. Интер Майами объявил о переходе Луиса Суареса. Контракт с игроком рассчитан на следующий сезон. Луис, выступавший в 23 году за бразильский Грэмио, пополнил состав Интера на правах свободного агента. «Я готов работать, чтобы воплотить в жизнь мечту о завоевании новых титулов с этим великим клубом. С оптимизмом смотрю на то, чего мы сможем достичь вместе. Я буду отдавать все силы, чтобы доставить радость болельщикам, о которых я так много слышал. С нетерпением жду воссоединения с друзьями», — заявил Суарес. За Интер Майами выступают его бывшие партнеры по Барсе — аргентинец Лео Месси и испанцы Серхио Бускетс и Жорди Альба. Две аренды — это максимальное усиление, на которое МЮ может рассчитывать зимой. В ходе второго лета при Эрике Тенхаге ситуация была схожа с тем, что происходило летом 22-го. Планы постоянно менялись, цены раздувались, а бюджеты нарушались. МЮ потратил почти 200 миллионов фунтов на Мейсона Маунта, Андре Анана, Расмуса Хойлунда, Алтая Боиндыра и Софьяна Амрабата. Хотя изначально в клубе решили, что траты будут серьезно ограничены. Источники сообщают, что Тенхаг предпочел бы потратить эти деньги иначе, если бы заранее знал, что такая сумма будет доступна. Хотя он понимал, что даже в таком случае при трансфере Харри Кейна на усиление других позиций денег не останется. Сейчас в МЮ считают, что хорошо усилили команду практически в каждой зоне и видят в купленных игроках долгосрочную перспективу, так как Хойлунду 20 лет, Маунту 24, Анана 27. МЮ не хотел тратить на Маунта более 40 миллионов фунтов, так как у него оставался год по контракту с Челси. Однако затем клуб повысил предложение до 55 плюс 5 миллионов фунтов. Однако по 1 миллиону бонусов за сезон МЮ заплатят, если Маунт сыграет 70% матчей в сезоне, по итогам которого клуб станет чемпионом. Аталанта сообщала Хойлунду, что отпустит его за 50 миллионов фунтов. Юнайтед не хотел платить более 60, но в ходе переговоров, которые прошли в Бергамо и завершились в 3 часа ночи, согласился заплатить 72 миллиона. Аталанта требовала 86 за игрока, которого купила за менее чем 15 миллионов фунтов за 11 месяцев до этого. А Нана перешел за 47 миллионов, хотя за год до этого ушел в Интер из Аякса бесплатно. Кроме того, Юнайтед согласился заплатить Фиорентине 8 миллионов фунтов за аренду Амрабата, чтобы опция выкупа была необязательной. После всех этих трансферов, МЮ оказался на грани нарушения финансовых правил АПЛ и УЕФА. Поэтому зимой, как сообщает The Athletic, Ман Юнайтед сможет лишь взять двоих игроков в аренду. По данным ESPN, Ювентус начал переговоры с Манчестер Сити о подписании полузащитника Калвина Филлипса. Итальянский Грант борется за титул чемпиона серии А, поэтому намерен усилить состав за счет аренды Филлипса. 28-летний игрок сборной Англии всего два раза выходил в стартовом составе матчей АПЛ с тех пор, как прибыл на Этихат и злится. Оба раза это произошло после того, как титул уже был завоеван в прошлом сезоне. Наставник Пеп Гвардиола не доверял Филлипсу даже, когда Родри был дисквалифицирован на матче с Волверхэмптоном, Арсеналом и Астонвиллой. Как сообщает The Guardian, игрок заявил Гвардиоле, что хочет покинуть клуб. Поэтому тренер публично сказал, что готов его отпустить. Барселоне грозит исключение из ЛЧ по причине нарушения финансового регламента Европейской футбольной ассоциации. Причиной потенциальных санкций является нарушение финансового регламента УЕФА, согласно которому клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами. Каждый раз оценивается последний трехлетний цикл. Сообщается, что в последнем годовом отчете клуба с крупной задолженностью приводятся и документы о доходах в сотни миллионов евро. Например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Однако они не влияют на оценку УЕФА. За кулисами в ассоциации заявили, что в балансе клуба царит бардак. Летом УЕФА уже приговорил Барселону к штрафу в 500 тысяч евро. Палата финансового контроля ассоциации тогда пришла к выводу, что клуб неправильно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов, которые не представляли собой соответствующий доход. Президент итальянского Наполи Ауреллио де Лаурентис рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно, которое откроется в январе. В январе мы подпишем трех новых игроков. Нового центрального защитника, правого защитника в качестве дублера Делоренцо и нового полузащитника. А может и двух полузащитников. Посмотрим. Приводят слова де Лаурентиса журналист Николас Кире со ссылкой на печатное издание Carrera de la Sport. Также президент заявил о том, что неаполитанский клуб в ближайшее время продлит контракт с Виктором Асимхеном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова